Девчонки и мальчишки Девчонки и мальчишки Девчонки и мальчишки Девчонки и мальчишки Так может у тебя есть другое хорошее название для вашего отряда? Конечно, мамонты, наш девиз Гром гремит, кусты трясутся, это мамонты несутся Ну, что пупки, что мамонты? Ты что, с ума сошла? Каким мы мамонты? Мы дети! А давайте назовем наш отряд новое поколение Рваные джинсы, кеды, кроссовки, мы поколение новой тусовки! Йоу! Тоже мне, командир, тебя главным никто не назначал Тебя тоже! Я вообще-то старше! Отставить спор и слушать мою команду! Настоящий командир, он же лидер, он определяется не по возрасту Он надежный, организованный и умеет принимать решения Он умеет разрешать конфликты! А я умею! Да? Мир? Мир! Ну, пожалуй, продолжим эту тему Отправлю я вас на встречу с настоящими лидерами Бах! Бух! Блюх! Матрух! Раз, два! Раз, два! Раз, два! Здравствуйте! Нам сказали, что здесь можно познакомиться с настоящими лидерами Да, совершенно верно! Здесь проходит занятие клуба лидер Именно здесь старшеклассники развивают свои лидерские качества Это какие такие качества? Лидер должен обязательно быть коммуникабельным, целеустремленным, активным Уметь повести за собой, но и одно из самых главных качеств Это обязательно уметь работать в команде Поэтому сейчас мы с ребятами проигрываем упражнения на команде образования Если хочешь, то можешь присоединиться и вместе с нами поучаствовать Конечно! Дорогие друзья, у каждого есть своя определенная ниточка Вам сейчас надо будет вот эту кеглю все вместе дружно поднять Но обязательно не уронив ее Повыше поднимите вот в вашу сторону Да, 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 да Теперь вот-вот там Не коробимся Молодцы! Вот-вот ты поможешь? Ага Опускаемся вниз так же, так же присаживаемся Аккуратно Натяните ниточки Спокойно Теперь потихонечку, потихонечку ближе Аккуратно Аккуратно Определенные выводы Великий лидер всегда учится И лидерство требует огромной работы над собой Зачем тебе вообще быть лидером? Ведь это трудно Куда легче слушать и выполнять команды старосты или учителя Возможно, но ведь это не так интересно Ведь намного интереснее жить активной жизнью Заниматься творчеством Придумывать что-то новое Например, я в своей школе организую множество мероприятий Помогаю в их проведении Я думаю, что быть лидером нужно и важно Ведь лидеры делают историю Скажите, у кого лучше получается быть лидером? У мальчиков или у девочек? Мы знаем очень много мужчин-лидеров В политике, в бизнесе Но и женщины могут быть настоящими управленцами Например, Алена Аршинова Или Валентина Терешкова Это первая женщина-космонавт Но я думаю, этот список можно перечислять бесконечно Задача лидера Быть сильным Но не грубым Добрым Но не слабым Дерзким Но не агрессивным Вдумчивым Но не ленивым Скромным Но не робким Амбициозным Но не высокомерным С чувством юмора Но без глупостей Это не мы придумали Так сказал Джим Ром Известный американский бизнесмен Тренер, оратор и лидер И нам эти слова очень понравились Бух А ты знаешь, что такое рифма? Конечно Это созвучие в окончании слов Там Гармошка, картошка Ну это все знают А Максим не знает Я ему сегодня загадки рифмовки загадывала Он ни одну не угадал Врешь Я все отгадал Ты просто ко мне презираешься Ну вот продолжи предложение Школы Непростые здания В школах получают По голове И это чистая правда Мне вчера Ленка Петрова Книжкой по голове так дала Бух Я разве не прав? Прав Но в школе еще получают и знания Хочется думать, что Чаще, чем по голове Конечно, чаще Вторая загадка Физкультурник нам сказал Всем зайти в спортивный Магазин Какой магазин Зачем Как зачем Красавки новые купить А то мы их Подошка уже порвалась Сказал зал Вот она Рифма Всем зайти в спортивный зал Ну неужели Непонятно Последняя попытка Итак, Максим Напряди все свои мозги Между двумя звонками Срок называется Пельмена Правильно Пельмена подходит Но повторяю В третий раз Отгадка Должна быть В рифму Я только что сказала Что я правильно А теперь опять ругаешься Ярослава А ты не подумала Может Максиму нравится Тебя Разыгрывать Правда что ли? Так, ладно Оставим мне эти весенние романтические настроения И поговорим о более серьезных вещах О нашей безопасности Оказывается Не все дети задумываются о ней Это не порядок Пах Бух Плюх Патрух Так Безопасность и домофон Как они связаны между собой? Мне мама всегда говорит Когда я дома остаюсь одна Никому дверь не открывать Слушай, а давай проведем эксперимент И выясним Знают ли ребята это правило? Хорошая идея Будем звонить ученикам Которые сейчас сидят дома одни И будем их просить Чтобы они открыли нам дверь Только нужен взрослый голос А мы оператора попросим Кто? Откройте пожалуйста Это почтальон Зайти надо Ладно Алло, это кто? Можно зайти? У меня ключей нету Позвоните в другой домофон пожалуйста Ну, а откроешь что? Ну, я не могу Другой, позвоните пожалуйста Кто там? Откройте пожалуйста дверь Погреться Кто? Это сантехника Откройте пожалуйста домофон Алло Это соседи Откройте пожалуйста дверь Больше половины ребят Впустили в дверь незнакомцев Очень уж они смелые И зачастую это бывает опасно Дорогие ребята В нашей жизни Вы часто остаетесь дома одни Чтобы не допустить преступления Либо каких-нибудь нарушений Правил безопасности Хотелось бы довести до вас Ряд правил Которые необходимо соблюдать Первое правило Не открывайте незнакомым домофон Если они попросили Пустить вас в подъезд Лучше попросите родителей Отключить домофон Далее С целью безопасности Нахождения вас дома В случае если к вам позвонили в дверь Никогда не открывайте дверь незнакомым У ваших родственников Близких Родителей Мам Пап Бабушек Всегда есть ключи Если вам позвонили на домашний телефон Ни в коем случае Не сообщайте Что вы находитесь дома одни А просто сообщите Что сейчас родители Не могут ответить на телефонный звонок И перезвонят вам позже Если же все-таки Незнакомец проник вам в квартиру Не забудьте Что мы всегда готовы Прийти к вам на помощь Если что Звоните по номеру 112 Чтобы запомнить ряд этих правил Необходимо повторять их про себя А также представлять свои действия В тех либо иных ситуациях Дядюшка Бук Я давно тебе один вопрос хочу задать Ну так задавай Все знают, что твое имя Бук А как твоя фамилия? Не скажу Почему? Это секрет Я никому не расскажу Честно-честно Не скажу Наверное, ты своей фамилией стесняешься Может, ты Кнопочкин Или Валенков Или Усов Стесняться своей фамилией Глупо Здравомыслящие люди Знают, что о человеке судят По поступкам А не по фамилии Об этом Знаменитый поэт Сергей Михалков Даже написал стихотворение В фамилиях различных лиц Порою нам знакомых Звучат названия рыб и птиц Зверей и насекомых Лисичкин Раков Индюков Селедкин Мышкин Телкин Мокрицын Волков Мотыльков Бобров И Перепелкин Но может, некий Комаров Имеет характер львивый А некий Барсов Или Львов У Мишка Комариной Левков фамилию сменил Алмазовым назвался Но в основном Ослом он был Ослом он и остался А грибоедов Пирогов Прославились навеки А вывод Стало быть Таков Все дело В человеке Очень хорошее стихотворение Я его раньше не слышал А знаешь ли ты Какое творение Сергея Михалкова Самое известное Среди жителей нашей страны? Какое? Гимн России Вот это круто Быть автором детских стихов И гимна целой страны Вот это Михалков Прославил свою фамилию А ты гимн России знаешь? Мы его еще не проходили Ааа Это отговорка Истинный патриот Всегда знает гимн своей страны На зубок Не зря сейчас В Чебоксарах Проходит конкурс Дети поют гимн в России Ой не зря Ну-ка расскажи мне про него Без проблем А ну иди сюда Бах Бух Плюх Здравствуйте Добро пожаловать В гости к дядюшке Буху Знакомься Дань Это Елена Автор проекта Дети поют гимн России А это Варя Люба И Тимофей Его участники Расскажите Как и для чего Вы придумали такой конкурс? Ну во-первых Для того чтобы Привить чувство патриотизма Дети будут петь гимн России Прошел кастинг недавно Отобрали 12 солистов И вот как раз Из 12 Сегодня трое с вами Все дети Которые принимали участие В нашем конкурсе Они также будут участвовать В съемках клипа Мы много сейчас Рассказывать вам не будем Для того чтобы 12 июня Все пришли на Красную площадь И увидели все Своими глазами Ребята А как проходил отбор? На кастинге Надо было спеть Без музыки Нам всем было очень страшно Потому что надо было Петь без музыки Без сопровождения Но все-таки все Кто были на этом кастинге Они все вышли И спели очень хорошо Ради того чтобы Вот быть на этих съемках А слова гимна вы знали? Или специально Для конкурса выучили? Я если честно Для конкурса выучила слова Первый куплет я знала А второй и третий Я выучила специально Для кастинга Я думаю что все люди Должны знать слова Гимна России А я их учу в школе А какая строчка гимна Вам нравится больше всего? Первая строчка Из первого куплета Она рассказывает О том что Наша страна великая Кастинг позади А что вы сейчас делаете? Сейчас ребята Ходят на репетиции На этой неделе Мы записываем Фонограмму Музыку И в мае Приступаем к съемкам Видеоклипа Где мы покажем Все красоты Чувашии И города Чуваксар Ребята А вы можете показать Свои голоса Свою артистичность Всем зрителям Программу Бухты Барахты Россия Священная Наша держава Россия Любимая Наша страна Могучая воля Великая слава Своё достояние На все времена Славься Отечество Наше свободное Братцы с народом Союз вековой Ребята Аминь Данная Мудрость Народная Славься Жена Мы Гордимся тобой Молодцы Вы Вы настоящие Артисты С нетерпением Будем ждать 12 июня Чтобы посмотреть Премьеру клипа На главной Площади Чебоксары Бах-бух Плюх-ватру Как я хорошо Увел разговор В сторону Моя фамилия Это Моя тайна Здесь тоже Вокалисты Здравствуйте Привет Добро пожаловать В студию Золотая лестница Хочешь учиться Петь с нами Да я и так умею Смотри Антошка Антошка Пойдем Копать картошку Остановись Без труда Не выловишь И нотку Изо рта Это любимое Высказывание Нашего педагога Романа Ивановича А мне все Кажется А мне все Кажется Что ты Вдруг скажешь Первое Апреля Вот это Голос Да Чтобы добиться Таких результатов Нужно Потратить Не один год И сделать сотни Упражнений Для постановки Голоса Ребят Ну что вы там Шепчетесь Подходите к нам Будем петь В первую очередь Необходимо Научиться Правильно Дышать Есть Дыхание Есть воздух Значит Мы будем петь Нету Не получится Куда надо дышать В живот Все правильно В животик Дышать надо Вот Положили ручку На живот Так И вдыхаем В живот Воздух То что в легких есть Он естественно Там есть Но его нужно Проводить Туда В животик Три Четыре Еще раз Но подобные упражнения Это еще не все Надо научиться Не бояться сцены Подобрать песню И поставить движение И поставить движение Чите Лили Юрпер Чи И че парни Не А какой совет Вы можете дать Как справиться С волнением У каждого Своя психология Свои взгляды Своё волнение Волнение моё Никак не может быть Похожи на волнение Ваше Поэтому Например я Когда был Юношей И выходил на сцену Я всегда В зале Выбирал кого-нибудь Визуально Я смотрел На него И у меня Общение Было Как бы С этим Человеком Я не оставался Один На сцене Карина Помнишь Ты Своё первое Выступление Я помню То что Впервые Когда я вышла На сцену Я очень сильно Волновалась Когда я Дошла до середины Я расслабилась И поняла То что Сцена Это моё И с тех пор Я Занимаюсь Вокалом Аня А как Выбираете Для себя Песни Выбираю песни Я в интернете Смотрю Разные Передачи Голос Евровидение Детское Взрослое Евровидение Для меня Важно Чтобы песня Была сильная Чтобы Взять её На конкурс И Занять Хорошее место Без труда Не выловишь И нотку Изо рта И это Действительно Так Бог ты барахтый Плёшки Ватрушки Вот и исчезли Друзья и подружки Много ребята Смогли вы узнать С вами прощаюсь Мне пора спать Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому